Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала, и кто иногда заглядывает на мой канал, на канале Томата Больше Чем Любовь, Светлана, живу я в Чувашии, на Средней Волге. И вот сегодня у нас 18 апреля. Вчера, 17 апреля, мы досадили рассаду, которая у меня была выращена для теплиц, для второй теплицы. Мы, получается, на сколько, на 10 дней позже мы сюда посадили? Ну, больше недели точно, но около 10 дней. Рассада тут не переросшая, только пару тех томатов, которые остались от теплицы номер один, они уже цветут, мы их пожалели и посадили. Потому что часть томатов у меня пропала, часть рассады коллекционных, там по одному, по две штуки было посажено. Но ничего страшного, несколько томатов, вот, наверное, штук 5-6. И вот мы вчера поздно уже, мы закончили, уже темнело, ну, почти темно было, и мы решили не укрывать. Посмотрели, там плюс 9, по-моему, да, вечером, ну, естественно, на улице плюс 9, так тут потеплее, и решили не будем укрывать. Это вот мы гибриды пораньше посадили, укрыто стоит, для того, чтобы теперь уже здесь пока не от холода и не закрывали, вот в таком состоянии и оставили. И вот вся рассада, она вот такая, так и стояла. Вот теперь на данный момент здесь 28 градусов. Пока не открывали мы форточку, вот выйдем, снимем и откроем, чтобы не продуло. Там же откроешь и сразу прохладный воздух с улицы идет. Сегодня солнца практически нет. Ну, мы подумали, даже очень хорошо, что солнца нет, потому что для рассады, которая только что высажена, солнце пек, это не очень хорошо. Каком-то комментарии я кому-то написала, в жару томаты укореняются лучше, чем в жару. Хотела сказать, в прохладе, в холоде рассада лучше укореняется, чем в жару. В мае, какие-то года у меня в мае посажена, она очень плохо приживается, все вянет, но теперь вот сегодня солнца нет, они хорошо будут себя чувствовать. Вот гибриды, посажены на два дня раньше, сегодня вот второй день, наверное, у них 17, вот они какие, уже все, они уже как солдаты стоят. Тут еще всякая рассада, вчера носили, носили, вот тут полку вынесли, стеллаж, устали в третью теплицу носить. Теперь в третью теплицу перца надо выносить, куда будем носить? Я даже подумала, может дугу поставим прямо в грунте, в открытом грунте. Но там луки, капуста и вся остальная рассада. Но часть тоже здесь есть. Теперь что у меня остается, остаются томаты для открытого грунта, время еще есть. Если по прошлому году судить, в прошлом году 15 мая мы высадили под укрытие в открытый грунт. Но в этом году у нас все на 10 дней раньше идет. В прошлом году здесь 25-26 по-моему, ну вот в этих числах, в третьей декаде точно. После 24-го мы высаживали, но в этом году вот все пораньше. И в той теплице на 10 дней пораньше высадили. Опять в комментариях было, ну будут еще после потепления, прохлада, холода. Ну естественно. У нас уже два этапа мы этого пережили. Первый раз, когда мы рассаду вынесли вот сюда. Так. У нас рассада здесь ведь стояла, вынесенная. Минус 7 было. Потом минус 5 было, когда мы уже высадили рассаду. Минус 3 было. Все отлично пережила. Будем дальше. Идем дальше. И теперь уж, естественно, я говорю, все в свой срок придет. Зима обратно не вернется. Лето раньше времени не придет. Каждый ориентируйтесь только на свои сроки. Потому что у всех климатические условия разные. Из вот нескольких человек в нашем регионе, даже на соседней улице живут. Мы тоже вот в эти сроки сеем, в эти сроки в теплицу высаживаем. Ну а, как говорили, волков боятся в лес не ходить. Боимся, конечно, что рассаду мы можем потерять. Но если вдруг там минус 10 ожидается, укроем все. Что-нибудь подключим. Найдем все то, что мы вырастили, постараемся сохранить. Но пока на данный момент вот уже и солнышко появляется. При солнышке конденсат уйдет. Вот если солнце будет жечь, мы подумали, вот сюда надо трос повесим легкий укрыной материал с этой стороны, с южной стороны. Потому что после пересадки рассада боится солнца. Не столько холода, сколько солнцепека боится. Ну а если вот такие, ну уже вот они с цветочными кистями, вот такая приземистая осада. Вот каждый томат, он имеет вот свой цвет, свой листья. Вот они же, можно сказать, в одно и то же время посеяны, но растут по-разному. Но листья у них тоже разные. И когда я слышу, ой, мы в апреле посадили, а уже в мае у них томаты. Я не знаю, у меня так не получается. Ну надеемся, что в конце июня, в июне уже будут первые томаты. Как космос мысли хорошим мы отправляем. Только позитивные мысли надо в космос отправлять. А плохое оно может само случиться. Нас и не спросят. Поэтому в наших силах позитивное, хорошее настроение отправлять в космос. Вот уже и солнце, оно не заставило долго ждать. Вот такая рассада у меня. Теплица 3 на 8. Будем за ней наблюдать. Как что будет расти. Ну, теперь им что остается расти, расцветать. Я там, когда снимала теплицу, говорю, первая томатная кисть. Уже в голове томатная кисть. Хотя первая цветочная кисть. Ну, бывает, что оговариваешься. Правда, вот у меня кто, оператор, все время говорит, там шепчет. Не, 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 мотает головой. Я, значит, думаю, что-то сказал не то. Чтобы нас погода раздавала. Солнце, чтобы не жгло. Всегда, чтобы у нас все было хорошо. Пока-пока.